Демка и полная версия игры Они отличаются буквально по всем параметрам, включая даже карту Хотя, конечно, не сильно, но отличия в карте есть Я думаю, что многие из вас эту демку видели уже раз сто, наверное Но на моём канале её никогда не было И сам лично я никогда в неё не играл Это будет уникальный экспириенс Огромная благодарность одному человеку, который предоставил мне, собственно, эту демку Ты просто красавчик! И благодаря тебе я снимаю данный ролик Естественно, что я буду использовать специальный эмулятор Потому что, ну извините, без него никак У меня PlayStation 2 нет Но так как эмулятор существует на ПК Я могу использовать его, чтобы запустить игру, как через PlayStation 2 Короче, ребята, поехали! Сейчас я перейду в этот эмулятор Поиграю, а затем покажу, как им пользоваться И, естественно, оставлю ссылку на него Да и на саму игру в описании В общем, давайте уже начнём Ну что ж, я вроде бы загрузился Видим логотип и заставку Здесь написано, что демка предназначена только в целях рекламы И её использование больше нигде не разрешается Но так как игре уже почти 15 лет, всем всё равно Здесь мы видим разные объявления Что там BMW, лого и всё связанное с ним Это защищено авторскими правами и всё такое Также сказано, что в игре используется определённая музыка Которая тоже защищена авторским правом Это мы всё знаем с вами Мы даже это видели в демке ПК-версии Такое тоже было А также здесь написано, что уличные гонки Это незаконная и опасная деятельность Здесь ничего нового для нас нет Мы это видели на демке в ПК-версии А вот наш стандартный ролик из заставки к этому видео Только правда с другим звуком Давайте нажмём далее Потому что этот ролик То же самое, что и на ПК-версии Мы видим здесь другую заставку И написано, что игра выйдет в ноябре 2005-го Не может быть! Субтитры делал DimaTorzok И чтобы это сделать, чтобы улучшить на то, что у нас Ты должен быть нынешен Ты должен идти к конкурсу Прикрым Выбирайте 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 Если вы думаете, что это нужно Попробовать Я буду ждать Это мы с вами уже видели Рога, который то же самое говорил Это было и на демке в ПК-версии Ну там ничего удивительного Но здесь нам предлагают на выбор 4 машины По-моему такое было и на ПК В демке Но естественно, что я как любитель BMW Возьму именно ее Почему бы и нет И трансмиссия у нас тоже будет автор Так, давайте посмотрим, что здесь нужно делать В принципе, наверное, многие из вас уже эту демку видели По 100 раз Но я играю в нее впервые Поэтому здесь для меня много чего непонятного, неизвестного Здесь нам нужно выполнить всего лишь 2 гонки, чтобы сразиться с Рогом Видите, он здесь написан как Blacklist Rival То есть соперник из черного списка Но для начала, естественно, нужно к нему добраться еще Давайте начнем Надеюсь, что у меня ролик будет Просто Бывают глюки, он не появляется Да, ролик не появляется Я, может быть, сделаю монтаж и покажу его В общем, как-то так Так, ролик у меня нет, но вообще он есть Поэтому я его как-нибудь вставлю сюда Если получится Если нет, то просто вырежу Но там ролик чисто туториал такой Я не знаю, почему у меня его нет И опять же, ребят, не обращайте внимания на графику На вот это вот размытие, раздвоение Это нормально Это эмулятор Хорошо, что он вообще работает Могло быть все гораздо хуже И игра бы вообще не запустилась И здесь такое ощущение, что где-то FPS 30 Хотя показывает мне 60 С другой стороны, эта игра делалась под PlayStation 2 А там только 30 FPS Хотя, знаете, как-то это кинематографично, что ли Скоро копы появятся Зашибись Жаль только, что нельзя их на русский перевести Потому что, ну, я уже привык к русским копам А здесь все на английском То есть даже если зайдете в файлы игры И попробуете найти папку с локализацией Блин Блин То там не будет такого Как на ПК-версии И, кстати, как видите, здесь Стена Как мы помним, на ПК-версии Да и, в принципе, наверное, на PlayStation Нормальной версии уже законченной Там открыто и можно перепрыгнуть Так же и с этой стороны Просто стоит стенка Да блин Тупые копы Они мне сейчас помешают Здесь первые копы Но написано, что они третьи Вы еще попробуйте их разбить Просто из-за немного заторможенного управления Немножко неудобно И да, это не глюк Это так надо Здесь написано Не дайте себя поймать И нам дается одна минута на это То есть не сбежать за одну минуту А именно продержаться И вы думаете А, это первые копы Что здесь такого вообще? У тебя BMW А продержаться нужно всего лишь одну минуту Ребята, прикол в том, что Эти первые копы Это как третьи В оригинальном Most Wanted Ну, в смысле, в законченной версии Их тут фиг разобьешь Еще и не помечены Никакие погонеломы Их нужно находить самому Но я, в принципе, и так знаю, где они Давайте заедем, бочку на них скинем, что ли Если они меня не поймают Сколько там машин? Шесть штук Шесть машин за мной гоняется А как мы знаем Первые копы Так, 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 так Давайте сюда Да, да, да Первые копы Да ладно вам Они меня сейчас поймают? Не, они успели А я не успел на них скинуть эту бочку Это было близко Даже лагает эмулятор уже Их так просто не растолкаешь Как это происходит В законченной версии игры Или в полной версии Здесь первый уровень копов Это как третий Так, следующее Это обычная гонка Вроде бы ничего сложного Из-за ставки не будет Это уже радует Мне вообще нравится Вот это вот меню загрузки Почему убрали именно Анимацию такую Кстати, такая же гонка Есть на ПК Если вы откроете С помощью читов Ой Полный Блэклист Черный список Там будет эта гонка И в ней почему-то Будет не Вот эта вот Машина Мустанг Да, не красная А Мустанг С винилами Рейзера Не знаю почему Мы эту гонку С вами проходили Я как-то уже В одном из выпусков Летс Брейк По-моему Я ее показывал Но Там это было На ПК Версии Полной А здесь Это часть Демо-версии Нам нужно Пройти гонку И после этого Естественно Еще раз Появятся копы Я эту демку Тоже сто раз видел Но сам никогда В нее не играл О, видите Третьи копы Которые здесь Четвертые Этих вообще Очень тяжело Разбить Кстати По-моему Замедление времени У меня На вот эту Да На такую же Как и На компьютере Стоит Я себе Все управление Из Плейстейшена Поставил Такое же Как у меня В самой Игре На компьютере Что-то Гонщики Как-то совсем Тупят Они не могли Поехать Через Сокращенный Путь Догадайтесь Что сейчас Будет Нужно Не дать Себя арестовать За полторы минуты Продержаться Точнее Полторы минуты Продержаться Чтобы нас Чтобы нас Не могли Поймать Первые копы Меня почти Поймали Но Потому что Я там Врезался И надо было Сразу Бочку На них Скинуть Ой Они меня В коробку Зажимают Нет Я буду Жить Какие они Потные Это вам не Полная версия О, кстати Мы можем В Рокфорд Заехать Надо проверить Что здесь Все-таки Это считайте Блин Эта карта Из Плейстейшн 2 Версии Может быть Что-нибудь Поменялось Да что Такое С вами Они Меня Прям В коробку Эту Жмут И все Дайте Я проеду Кстати Что Гора Здесь Не грузится Потому что По центру Что Что Происходит В смысле Что Что Происходит Это Меня Сейчас Унизили Так Или Что Я Не понял Игра Это Такой Прикол Да Кусок Дороги Не Прогрузился Серьезно Ну Зато Мы С вами Это Проверили Опять Гонку Проходить Зашибись А здесь Что Быстрого Старта Нет Вот Никак Не Могу Его Поймать Наверное Нет Ну Кто Знал Что Туда Ехать Не Надо Ничего Не Было Сказано Там Не Было Заграждение Ну Или Вот Это Вот Знаете Желтой Такой Полоски С Замком Что Это Заблокированный Район Нет Он Не Заблокированный Игра Меня Троллит Ребята Простите Меня Поймали Копы Хорошо Что Там Не Было Кросса Он Б Вообще Засмеялся Он Б Сказал Что Дурачило Это Была Специальная Подстава Мы Все Продумали У Меня Только Что Подлагало Надеюсь Что Я Это Вырезал Там Такой Огромный Лаг Был На лаге Смотреть Никому Не Интересно Давайте Кстати Я Забыл Кое Что Сделать Надо Зайти В Меню Да Да Прямо Посреди Гонки Это Нормально В Геймплей И Поставить Здесь Километры Как То Непривычно Просто Это Я Все Время На Милях Ездил Нормально Нет Копы На Этот Раз Ваш Хитрющий План Не Сработает Я Больше Не Попаду На Эту Уловку Поехали Как Это Было В Демке По Моему В Демке Отсюда Ехали Или Это Было В Другой Гонки Сейчас Мы Прижмем Немножко Придавим Ой Он Перевернулся Но Не Умер То Я Убил Я Убил Скинул Вышку Просто И Никто Не Умер Думаю Ничего Себе Бессмертный О Бочка Наконец Я Надеюсь Там Хотя Было Несколько Умерло Потому Что Нам Не Показывает Нам К сожалению Не Показывает Сколько Мы Угрохали Просто Показывает Всего 24 Копа Но Это Я Убил 24 Или А Я Троих Убил Чего Я Туплю Там Показывает Прицепился К игре Называется А как Насчет Такого Копа У меня Есть Вот Замедление Времени Причем Оно Здесь Прям Шикарно Выполнено Но Я Ну Поэтому Нормально У меня Не Получилось Я Пытался Кстати Мост Там Уже Стоит Он На Месте Но Добраться Туда Наверное Нельзя Хотя Думаю Что Бак Работает Тот Самый Бак Работает И Что Ребята Мы Теперь Попадем На Гонку С Рогом Который Работает И Это Будет Дрэк Рейсинг Естественно Я Думаю Все Об Этому Знают Все Сто Раз Видели Демку Но Не На Моем Канале Так Нам Показывают Советы Что Делать Как Переключаться Правильно Это Мы Пропускаем И Смотрим Кат Сцену Крутую Кат Сцену Не знаю Мне Она Нравится Здесь Нет Быстрого Старта Ребят Что За Ерунда Ой Надрев Я Забыл Это Надрев Бритвенный Перевод Гласил Что Это Надрев Опять Копы Стопудово Сейчас Начнут Гоняться А Не Стоп Они Сейчас Заграждение Будут Стоп Бить Пошел Что Рок Ты Должен Был Разбиться А Он Не Умер Ну Что Мы Типа Попали В Засаду Давайте Смотреть Крутую Кат Сцену Еще Одну Она Просто Бомба Вот Я Не Понимаю Почему Не Могли Сделать Такую Жекот Сцену Или Похожую В Полной Версии Игры Эти Кат Сцены Настолько Классные А Они Их Почему Только В Демке Сделали Ну Круто Ж О Кстати Это Голос Кросса Где Ты Дорогой Не Не Понял Нет Они Меня Не Будут Они Мне Задержат Это Между прочим Машины Второго Уровня Да Их Еле Еле Разбить Можно Фиг Разобьешь Но Они Подписаны Как Пятый Уровень Фантазия Разработчиков Я Надеюсь Там Хотя Бы Одного Убило Или Я Этого Одного Уже Заранее Убил Никто Не Попался То Что Машины Появляются В воздухе Это Нормально Такое Даже На Полной Версии Происходит И Даже На ПК То Что Это В Дем К Совершенно Нормально Да Что С Вами Не Так На Урод На Нет Тут Тоже Карта Заканчивается Бежим Черт Это Еще Одна Ловушка Кросса Надо Бежать Отсюда Вот Же Хитрый Кросс Они Специально Меня Сюда Гонят Что Он Там Говорил Что Хочет Меня Поймать Прямо Сейчас Делайте Что Угодно Но Задержите Ой Ой Это Опасно Кажется Меня Поймали Фига Себе Это Жесть Но Зато Мы Хоть Костянки Посмотрим Хотя Они В принципе Не Изменились Что У него С лицом Чертовы Копы Я Почти Свалил От Них Ой Я Же Врезался Ха Рок Походу Врезался Рок Врезался Это Называется Мой Учитель Не Может А Ну Я В принципе Недалеко Ушел Что 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 Это А Ребят У меня Закончилось Время За Которое Это Нужно Пройти Было Черт Это Называется Игра Не Рассчитана На Такого Как Я Который Будет Тупить Ну Короче Я Сейчас Дойду До Того же Места И Пройду Копов Не Может Быть Я Дошел До Этого Момента Смотрим Еще Раз Эту Кат Сцену И Дальше Попробуем Уже Не Попадаться Копом Просто Понимаете Оказывается В моей Демке Или Может Это Вообще Во всех Демках Такое Некоторые Участки Карты Просто Вырезаны Там Едешь И Ничего Нет Как Только Ты Туда Заезжаешь Тебя Телепортируют И Копы Сразу Хавают На Месте Главное Не ехать Дальше Надо Здесь Повернуть Если Здесь Конечно Карта Есть Потому Что В той Стороне Ее Нет Я Уже Проверял Ой Даже Джипы Здесь Есть Или Я Их Уже Видел Не Помню Пожалуйста Чтобы Здесь Была Карта Да Она Есть Отлично Я Уже Переживать Начинаю Опять Этот Кросс Да Уйдите От Меня Как Они Быстро Так Ездит Надо Просто Не Попадаться Вообще Большому Количеству Копов Пусть Несколько За мной Едет Но Чтобы Их Была Куча Этого Нельзя Допускать Кстати Кстати Иногда Здесь Действительно Бывает На Мини Карте Исчезают Некоторые Значки А тут Кружок Вроде Исчез Да С уровнем Погони Но Это Можно Простить В конце Концов Это Эмулятор Нет Вы Меня Не Поймаете Я Буду Дальше Ехать Отлично Я Это Сделал Они Уже Не Смогут Меня Поймать Уже Поздно Кросс Мы Выжили Фух Да С Третьего Раза Прошли Неплохо Так Теперь Смотрим Крутую Катсцену Появления Кросса Здесь нам показывают бонусный чит-код, который нужно вводить в меню именно уже основной игры, но у меня он почему-то не работает, хотя пишут, что он работает спустя там сколько лет на любых сборках. Я уже сто раз пробовал. Ну короче, если кому надо, вот он. Это мы вводим в главном меню, где у нас на заставке показывается BMW и пишет нажмите для продолжения. Нам, кстати, здесь говорит Рок, что я поздравляю, ты быстрый. И еще говорит о том, что если ты реально собираешься в черный список, то знаешь, что гонщики там непростые. И чтобы их выиграть, тебе нужно усиленно работать, прокачивать свою машину и все такое. И к сожалению, меня опять выкинуло. Ну короче. Сейчас я покажу, как ее запустить. Да, спасибо. Ноябрь 2005 года. У меня уже давно есть эта версия игры, но мне интересно было посмотреть именно на демку. Тем более для PlayStation 2, где освещение выглядит гораздо лучше. В общем, я сейчас покажу, как эту игру запустить, что нужно делать, какие настройки ставить в эмуляторе. Короче, давайте приступим. Ну что ж, сам эмулятор выглядит как-то так. Это уже после того, как вы его разархивировали, закинули куда-нибудь и запустили. Там, в принципе, в настройках при запуске, точнее при установке делать ничего не надо. Заходим в настройки, дальше настройки плагинов или биоса. И выбираем здесь, ну у меня такой биос. Вообще можно и первый использовать, но он какой-то такой маленький там. Не очень удобно играть, поэтому я использую последний. Дальше здесь нужно выбрать вот такой CDVD. Linus, ISO. Именно этот выбирать. Биос я поставил европейский, версия вот такая. Не знаю, просто мне он больше понравился. Если японский, выбирать там ничего не понятно. Язык не английский, просто поэтому тяжело. Дальше настройки видео, настройки плагина. Здесь выбираем свою видеокарту, какая у вас там есть. Ставим DirectX 3D 11, если у вас не ниже семерки Windows. Если ниже семерки, то девятый или десятый. Тут вроде десятого нет. Ну девятый, короче. Дальше здесь можно поставить, в принципе, авто, но у меня стоит Blend BFF. Но можно оставить на авто. Здесь ставим галочку и здесь тоже. Разрешение ставим, какое у вас разрешение монитора. Дальше тут вроде оно по умолчанию стоит. Копируйте все, что у меня на этой странице, в принципе, есть. Потом нажимаем Enable HW Hex. Это важно. Заходим в конфигурацию и здесь видим такую штуку, как Skip Draw. Это пропуск прорисовки или как-то так называется. Это нужно для того, чтобы у вас не всегда были вот эти двойные текстуры. Когда вы едете, у вас там дерево раздвоилось и типа того. У меня, в принципе, на альфа-версии игры здесь стоит 11. Но на демке, если ставишь 11, там вообще ужасная картинка, поэтому лучше ставьте 5. 5 это прям самое оптимальное. Если ничего не ставить, будет картинка просто вся двоится, а еще и будут пиксели. Поэтому лучше ставьте 5. Больше здесь ничего трогать не надо. Дальше заходим, в принципе, в что еще? В джойстике. Нам же нужно настроить управление, правильно? Настройки плагина. Pad 1. И здесь мы видим кнопки, которые, в принципе, есть на PlayStation 2. Но так как я никогда им не пользовался, я не знаю, как они правильно называются, эти кнопки. Можете просто поставить, как у меня. Как у меня стоит на управлении на WISD. И я не использую там стрелки практически. Стрелки только у меня меню листают. Можете просто взять и скопировать то, что у меня здесь. По-моему, вот отсюда начинается. L2 и R2 это когда вы переключаете передачи. Ну, в дрэк рейсинге это обязательно нужно. Все остальное можете менять свое. Но если не хотите париться, можете просто забить такие, как у меня. Нажимаем Back to Controls. И если хотите настроить сами, выбираем какую-нибудь кнопку. Например, вот давайте я выберу R2, да? Что у меня там R2? Левый Shift. Нажимаю на R2. И нажимаю кнопку, которую хочу назначить. Например, левый Shift. Да? Я типа ничего не поменял вообще, но я назначил кнопку. И нажимаем Применить. Делаем так ко всем кнопкам, которые нам здесь будут нужны. Так что я рекомендую ставить настройки такие, как у меня. У вас Nitro будет на X, по-моему. Ездит на WISD. Стрелками вы будете меню листать. И нажимать крестик вы будете на 2 или на W, по-моему. Но я нажимаю на 2. Переключать передачу на следующую вы будете с помощью левого Shift. А на предыдущую с помощью левого контрола. Это довольно удобно. Здесь в принципе разобрались. Что еще осталось? Ну, как запустить саму игру, правильно? Мы скачиваем тот образ, который я кидал в описании. Заходим в выбор ИСа и обзор. И ищем его, куда вы там скинули. Нам нужен именно сам файл. Не нужно его как-то там разархивировать, добавлять в какую-то папку. Просто вот сам файл ультра ИСа. Выбираем его и все. Дальше скачиваем еще один файл, который я кинул в описании. Он пригодится для того, чтобы запускалась не сама игра, которая по сути не работает адекватно, а чтобы запускалась демка. Поэтому мы его скачиваем. Можете поместить туда же, где у вас находится образ игры. Это абсолютно не важно. Нажимаем запуск, запустить, илф файл. И выбираем наш вот этот файлик, который мы скачали. И все. И после того, как вы нажмете выбрать, у вас загрузит демку правильно. Если вы этого не сделаете, у вас загрузится демка, в которой ничего нельзя делать. Нельзя выйти в свободное вождение. Просто у вас зависнет экран. Я вам покажу, как это примерно происходит. То есть у вас появляется машина и сразу проваливается под карту, потому что карты там нет. Если вы заметили, когда я ездил в демке, некоторые участки карты просто не были доступны. Но наверное это баг моей демки такой. Не знаю. Но во всяком случае с этим файликом оно запускает именно демку. И это классно. Так что он обязателен. Ну и теперь можно сказать, что вы все сделали так, как нужно. Больше ничего делать не надо. Давайте просто посмотрим, что будет, если запустить саму демку без илф файла. Это когда вы нажимаете запустить CD-DVD быстро или все этапы, но не выбираете илф файл. И поначалу вроде бы все кажется одинаковым. То есть не отличить вообще от обычной демо-версии. Все то же самое. Сейчас будем выбирать машину. Говорит Рог. Выбираем машину. И нас кидает почему-то в меню. И мы думаем, ну это не страшно, мы сейчас зайдем в карьеру и продолжим. Например, вот рэп-щит. Заходим сюда. Видим, что у нас почему-то вместо Рога здесь Минг. Я не знаю. И написано, что мы все прошли. Только нам не хватает, как я понял, 300 тысяч премии. Или репутации. На всякий случай я поставил паузу, то мало ли вдруг игра вылетит. Но здесь все пройдено. И нажать мы ничего не можем. Все уже за нас пройдено. Не знаю как, правда. И те же гонки. Вот я нажал сейчас. Нам запустят просто гонки без ничего. Все то же самое. Но оно будет работать как-то через задницу. И не факт, что у вас вообще запустится вот эта катсцена с Рогом. Поэтому я настоятельно рекомендую вам использовать тот файл. С ним у вас загрузится как обычная демка. А нам это именно и нужно. Тем более открытый мир здесь не работает. Если вы попробуете в него попасть, то... Вы просто окажетесь за картой. Будете падать. В общем, я думаю, вы поняли. Ладно, вот такое вот было видео. Надеюсь, что вам оно понравилось. Я старался сделать его максимально понятным. И объяснить, как именно пользоваться этим эмулятором. Также я надеюсь, что демка вам понравилась. Я, конечно, там дико тупил. Но зато мы увидели очень много интересных вещей. Например, задержание полиции. Это было довольно весело. Это был Демпси и демо-версия Need for Speed Most Wanted для PlayStation 2. Всем спасибо за просмотр и пока.